Сварила суп с лапши первый раз. Я делала домашнюю лапшу сама. В принципе, конечно, ничего сложного нет. Просто яйцо с мукой замешиваешь и всё. Но я это делала, правда, первый раз. Не знаю. Надеюсь, будет вкусно. Вот такая вот лапша получилась. Хочу вам показать вот такие вот салфетки. Использую их на кухне, вытираю стол. Покупала их в Ашане. Около 100 рублей 90 с чем-то. Это целлюлозные салфетки, которые впитывают влагу. Вот такие вот они. Очень хорошие вообще-то целлюлозные салфетки. Но вот эти вот просто ужасные. Смотрите, этой салфетки два дня. Она вот прямо такими вот штуками отдирается, отходит кусочками. Я вообще не знаю, в чём проблема. Обычно я такими салфетками покупала всегда в фикс-прайсе. Но в последнее время упаковка та же, но сами салфетки какие-то тоненькие. И они не так хорошо впитывают. Поэтому решила, думаю, ну ладно, возьму дороже в Ашане. И вот посмотрите, ну те 55, эти около 100, ну грубо говоря, в два раза вот этот вот бренд дороже. Маркет-бренд. Здесь пять штук, как и в фиксе. Но они просто ужасные. Я думала, может быть, срок годности у них плохой. Нет, сентябрь девятнадцатого года. В общем, не знаю я. Вот эти вот салфетки никому я не советую. Потому что это просто кошмар. Обычно пользуюсь две недели, может даже и три вот такой вот салфеткой. А потом просто меняю. Потому что все равно скапливается какая-то грязь. А вот два дня. То, что менять каждые пять дней, ну это, мне кажется, затратно выйдет. Поэтому обратите внимание на эти салфетки. В Ашане не покупайте. Вот здесь еще. Приехали мы из Касторамы. Все-таки не выдержали. Хоть и ремонта ванны нет, но все равно купили вот такое вот зеркало. Когда соберем, покажу. Просто вот коробку вам покажу. 80 на 90. Вот он идет. Мы все детали с коробки достали. Сейчас соберем и все вам покажу. Потому что, ну да, ремонта нет в ванной. Но пока я как бы и средств тоже делать его, и времени тоже нет. Поэтому решили начать с зеркала. Но, конечно, забыли мы про вот этот вот кран. В дальнейшем он будет переноситься. А сейчас вот его сюда всунули, получается. И для раковины, и для ванны. И теперь мы взяли 90 на 80. То есть вот эта вот длина будет 80 сантиметров. Зеркало я смотрела там на выставке. Было зеркало вообще 100. А внизу раковина с тумбой 80. То есть зеркало немножко было больше. И смотрелось довольно-таки неплохо. Поэтому я подумала, почему братье, там идет 60, по-моему, или на 60. Но оно вообще коротенькое такое, небольшое. Думаю, зачем такое маленькое братье? Ванна и так маленькая. А зеркало как бы более расширит пространство. Поэтому взяли 80 на 90. Но придется его на время, пока до ремонта, повесить выше вот этой вот штуки. Вообще как бы его пониже. На вот таком, наверное, хотя бы высоте. На такое расстояние. Но из-за вот этого смесителя не получится так, как мы хотим. Но все равно как бы в дальнейшем будет ложиться кафель. Новые дырки придется сверлить уже для зеркала. Поэтому пока будет так. Но хоть появится более или менее зеркало нормальное, куда можно будет смотреться и спрятать кое-какие средства. Потому что вот это вот как в магазине мне не очень нравится. А пользуемся мы вот этим вот маленьким зеркалом. Так что как-то так. Мы собрали, повесили вот эту тумбу. Она довольно-таки большая получилась. Я думаю, понятна вам, потому что она вся полностью зеркальная. Вот сейчас давайте я вам открою вот эту дверцу. Видите, это тоже вот зеркало, отражается моя рука. И эта сторона тоже полностью зеркальная. Ну как, здесь настоящее зеркало, а здесь какая-то зеркальная пленка. И эта зеркальная пленка обклеена вот полностью все. И низ тоже в зеркальной пленке в этой. Вот видите, моя рука, видно. В общем, здесь получается три полки. И сейчас мне нужно будет все вот отсюда. Вот эта вот гора всяких средств нужно будет переставить вот сюда. И еще хочу вам показать. Не знаю, мне нравится. И еще хочу вам показать. Вот мы собирали. Купили мы. Съездили в Леруа. То мы купили в Кострами. А это вот в Леруа. Получается такая тумба, в которую прячется стиральная машинка. А сверху будут такие шкафчики. В общем, один шкафчик, но с полочками. Вот как-то так. Придется теперь это все собирать. Вот это вот дверцы. Такие белые, глянцевые. Посмотрим, как это будет. Потому что очень много всего вот еще и здесь. И какая-то техника, фены, в общем, заколки, резинки, плюс порошок, кондиционер. Тоже вот это вот все хочется спрятать. То есть будут такие деревянные стойки, будут закрывать стиральную машинку. Потому что, когда тоже купайся, сюда обязательно попадают капли. Но машинка будет, конечно, не полностью. Потому что, ну, как бы, если будет огромная такая тумба, да, до стиральной машинки, ну, это будет очень громоздко. Поэтому там сделано, ну, более уже. Тоже, наверное, ну, вот, вот так вот будет, вот так будет машинка выглядывать. И сверху машинки будет шкафчик. Соберем, также все покажу. Потому что, ну, да, ремонта нет. Но хочется, чтобы все равно даже в такой обстановке, ну, был хоть какой-то порядок. Поэтому решили купить все. Да и потом, меньше всего нужно будет покупать. Будет как-то нам полегче. Потому что еще осталась тумба под раковину, сама раковина, ванна. Ну и, конечно же, плитка. Либо я не знаю, как у нас это все будет, что мы решим делать. Еще пока планов таких нет. Хотя, честно, и вот это вот все в планах не было. Но появились лишние деньги. И вот решили мы приобрести. Я хочу вам показать. Вешали, получается, тумбу. И посмотрите, выпало стенки. Мы просверливали все это. И прям куски попадали. Это вот тумба висит. А это еще сверху, она на уголок такой крепится. Нужно будет все доделывать в ванной комнате, класть плитку, вешать все тумбы. А потом уже начинать ремонт в туалете. Так что как-то так. Наверное, и здесь не зря что-то замазано. Вон, я потом обратила внимание. Также, посмотрите, выбитое. Наверху это, наверное, вешали кухню. Вот что у нас получилось. Здесь вот такая вот глянцевая. Теперь такой глянцевый шкаф. Вот мы открываем. Ну, я еще ничего не вытирала, еще ничего не расставляла. И здесь такие вот три полки. Ванна небольшая, поэтому не могу дальше отойти, вам показать. Сейчас вот так попробую. Уже вообще ванная вид совсем другой. Мне очень нравится. И вот здесь. Сейчас все вот убрала сюда. Тут что-то валяется. Это вот мы поставили вытяжку. Потому что купаешься, здесь такой пар стоит. Уж просто. И зеркало покрывается этим паром. И все. Стояла просто обычная, не электрическая, обычная вытяжка. Она ничего не вытягивала. Поэтому там пришлось кое-что раздалбывать. Проводить проводку. И вот такую вот вытяжку мы поставили. И теперь мне нужно будет навести порядок в ванной. Вот. Все это вот убрать. Снова ванну опять вымыть. Разложить вот эти вот все вещи теперь сюда на полочку. И уже будет вид ванной совсем другой. Так что пока так будет. Разложила я все вещи сюда в тумбу. Вот разложила. Ну пока так. Потому что под раковиной тумбы нет. Поэтому пока так. Все что было, все позапихивала. Конечно нужно для порошка купить какой-то контейнер. Вот это бы все так же убрать в выдвижной ящик. Кое-что там. Может какие-то белые такие ящики купить. Ну решила пока все так. Зато ничего не видно. Все аккуратно смотрится. Вот. Двери закрылись. И ничего не видно. Вот у меня еще какая проблема. Решите какую-то полку. Чтобы ну вот это вокруг ванны не стояло. Как-то мне тоже это не очень нравится. И желательно так, чтобы это видно не было. Я сейчас в ванну залезу. Я подумываю. Может быть именно на вот этот вот шкаф повесить какую-то тумбу. И уже туда расставить все вот эти средства. То есть когда заходишь, их в принципе видно не будет. Все будет здесь. Либо на эту стенку также какую-нибудь. Все-таки подумали угловую. Вот эту вот металлическую мы не хотим. А может быть какой-то сюда. Ну в общем не знаю. Нужно посмотреть обзоры. И уже решить точно, что нам ближе. Что нам понравилось. Здесь вот этот вот шкафчик. Также я все разложила. Думала будет много места. Пустого останется. Нет. Ничего пустого не осталось. Ну в общем как-то так по секциям. Вот этот уголочек мужа. А все остальное мое. Можно так сказать. Полка довольно-таки глубокая. Смотрите вот этот контейнер, который я фиксе покупала. Вот есть его плотно. Смотрите еще какое расстояние есть. В общем тумбочка. Мне очень вот это вот нравится. И когда все мы разложили по местам. И в эту тумбу, и в эту как-то ванной уже более поприятнее стало находиться. Еще муж предлагает на время вот эту стену ободрать. И покрасить все в белый цвет. Потому что пока еще мы точно не знаем, когда будет у нас ремонт. А заходишь, да, и вообще ужас какой-то. Поэтому не знаю. Может в дальнейшем понравилось нам все перекрашивать. Балкон, дверь. И вот, наверное, будем перекрашивать мою ванную комнату. Но я думаю, если перекрасится это все, то также на какое-то время, думаю, нам хватит. И будет поприятнее сюда заходить, купаться. И еще вот сюда бы полочку какую-то, да, убрать вот это все. И будет более или менее. Как вы считаете? Пишите ваши, пожалуйста, советы в комментариях. Мне очень важно также ваше мнение со стороны. Потому что, мне кажется, всегда видней. Всем спасибо. Увидимся в следующих видео. Всем пока.